Девушки отдыхают В сегодняшнем выпуске я хочу вам поведать об очень интересном кастом-проекте, который воплотил в жизнь 31-летний инженер из Чехии Марик Фолтис. Он совсем недавно представил немероятный мотоцикл Bistella 500. Как вы можете видеть, весь проект заключается в необычном двигателе. Это двухрядный радиальный двухтактный 10-цилиндровый двигатель объемом всего 500 кубических сантиметров. А название Bistella с латинского означает «двойная звезда». Главной целью создателя было сделать свой собственный дизайн двигателя, который никогда раньше не использовался ни на одном транспортном средстве. И самое главное, он хотел создать такой сложный двигатель, для которого нет инженерных шаблонов. И одной из целей было как можно больше цилиндров. Поэтому выбор пал на двухтактный радиальный двигатель с наддувом, который раньше никогда не использовался в массовом производстве. Ну, собственно, это у него и получилось. На весь проект было потрачено 2,5 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За основу был взят мотоцикл Yava Pirac Type 1853 года. Затем Марик сравнил размеры конструкции 8, 10 и 12 цилиндров и выбрал их максимальное количество, которое помещалось в раму без каких-либо переделок. Это 10 цилиндров. Расстояние между рамой и двигателем составляет всего около 1 мм, так что он действительно подошел впритык. Сама силовая установка состоит из 10 двигателей другого мотоцикла Yava 50 Pioneer, которые Марик Фолтис объединил в две звезды и расположил одну над другой. Такая конструкция получилась очень компактной. Корпус нового двигателя, коленчатый вал и главные шатуны были изготовлены на станке с ЧПУ. Далее Марику предстояло решить проблему с питанием всех 10 цилиндров. Так как, например, классический двухцилиндровый двухтактный двигатель имеет изолированный картер для каждого цилиндра, то там используются импульсы давления для перекачки топливного воздушной смеси в камеру сгорания. В случае двигателя без тела это, естественно, не вариант, потому что все цилиндры имеют один общий картер, что делает импульсную перекачку невозможной. Поэтому Марик изготовил специальное устройство, состоящее из пяти камер, так называемый механический наддув для подачи топливного воздушной смеси ко всем 10 цилиндрам. Это устройство находится в верхней части двигателя под самым бензобаком. Оно рассчитано на прокачку 830 кубических сантиметров за каждый оборот двигателя, чего с запасом хватает для Bestella 500. Продолжение следует... Изначально Марик использовал пять отдельных карбюраторов для каждой камеры наддува, однако всю эту систему оказалось невозможно корректно настроить. Поэтому был сделан впускной коллектор для одного карбюратора и все стало работать как надо. Вообще выпускные и впускной коллекторы это произведение искусства, которое было изготовлено вручную и состоит из 17 деталей. Этот проклятый трубный осьминог, как выразился сам Марик, занял почти месяц процесса резки и сварки. Ну с к этому во время изготовления этих труб у него появилось постоянное воспаление в области запястного канала, вызванное вибрацией угловой шлифовальной машины. Будем надеяться, что все уже восстановилось. Ну теперь перейдем к техническим характеристикам, которые я думаю интересуют каждого, кто смотрит на это чудо инженерной мысли. Максимальная расчетная мощность этого 10-цилиндрового двигателя составляет 120 лошадиных сил на 10 тысяч оборотов в минуту и максимальная скорость в 220 км в час. Однако Марик настройками сначала ограничил мощность до 60 лошадиных сил на 6,5 тысяч оборотов в минуту, а затем, по соображениям безопасности, снизил мощность и до 12 лошадиных сил, с которыми без Телла 500 разгоняется до 100 км в час. Кстати, для предотвращения перегрева поршни и камеры сгорания двигателя были покрыты керамическим покрытием. Общий вес мотоцикла получился 155 кг. Покраской байка Марик тоже занимался сам. Значительно повысив мощность старенькой Явы, Фултис из-за требования правительства Чехии, к сожалению, не может внести изменения в подвеску, тормоза и выхлопную систему, иначе ему нельзя будет передвигаться на без Телла 500 по дорогам общего пользования. Странное, конечно, законодательство. В двигатель изменения внести можно, а вот в подвеску и, самое главное, тормоза, которые просится сюда поэффективнее, нельзя. Ну да ладно. Конечно же, такой сложный проект, требующий большой точности, не может быть без неудач. Прежде чем все получилось, двигатель без Телла 500 после запуска ломался 5 раз. То не хватало зазоров, что привело к разрыву крышки двигателя, то приводные валы надувной системой ослабли и все заклинило. Также была поломка конической передачи, которая использовалась для подключения двигателя к сцеплению и так далее. В общем, можно только позавидовать выдержке и упорству Марика Фолтис. Его слова после завершения проекта, неудача неизбежна, но не конечна, если не сдаваться. Бистелла 500, конечно же, будет участвовать в различных выставках кастом-мотоцикла, где у нее и у Марика есть все шансы на победу. А у кого есть желание и дальше следить за этим сумасшедшим мотоциклом, ссылка на канал Марика и веб-сайт Бистелла в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok